К зиме почти готовы. Первоуральские чиновники отчитываются о начале отопительного сезона. На прошлой неделе обеспечили теплом детские сады, школы и больницы. Холодно только в одной школе. Пятый. Несмотря на то, что проводились опрессовки системы отопления, значит, произошел технологический отказ. На сегодняшний день закупаются материалы и до понедельника работы будут выполнены. На жилфонде работа идет с опережением графика. Уже подключили почти половину городских домов, говорят коммунальщики. Тут же затрагивают другой горячий вопрос – объекты незавершенного строительства. Со многими застройщиками идут судебные разбирательства. Но скоро у чиновников появятся новые полномочия. И, возможно, вечная проблема начнет решаться. Значительные изменения у нас в порядке сноса объектов. И это необходимо проработать. Посмотреть, как на практике этот инструментарий будет работать. И с прокуратурой, я думаю, тоже необходимо будет провести совещание по этому поводу. Чиновники уверяют – застройщикам предлагают помощь. Но не все готовы даже просто прийти навстречу. Они игнорируют наши просьбы, наши указания, наши приглашения. Ну, с ними, значит, попробуем еще раз и будем по-другому. Конечно, надо достраивать эти вещи. Теперь пообщаться с горе-застройщиками решают депутаты. Они считают, проще достроить объект, чем снести. Поэтому готовы предложить поддержку. Следующий вопрос посвящен городскому бюджету. За счет экономии и перераспределения средств власти планируют новые проекты. У нас дополнительно выделены деньги на проведение ремонтных работ в библиотеке. Порядка 315 тысяч. У нас дополнительно выделены работы на разработку концепции комплексного благоустройства парка новой культуры и разработка концепции архитектурно-художественного облика объектов нестанционарной торговли. Но довольны не все. Депутат Марат Софиуллин уверяет, слишком много денег уходит на судебные издержки. За полгода 8 миллионов рублей. Такие суммы большие, в районе 8 миллионов, мы в среднем даже возьмем 5-6 миллионов рублей за полгода. Как вы считаете, допускает какой-то специалист нарушение? Мы, может быть, придем к тому, что у нас не будет таких издержек. Мы эти деньги направим куда-то на реконструкцию библиотек, детских садов дополнительных. Разобраться в ситуации обещает временно исполняющий обязанности главы Игорь Кобец. Он уверяет, впредь такие суммы постараются направлять на другие нужды города. Те, что будут касаться комфорта горожан, а не проблем чиновников. Дарья Трофимова, Владимир Махмутов, Интеретовы.